Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня печальный день для всех любителей театра, для всех театралов и почитателей отечественной культуры. Сегодня мы простились с Юрием Петровичем Любимовым, основателем. Мы в течение 50 лет, я считаю, до самого последнего дня своей жизни, демиургом и ангелом-хранителем театра на Таганке. Хотя последние годы несколько омрачили историю театра, но мы посвятили его 50-летие целую передачу, об этом мы уже говорили. «Ты прожил с ней все, что с ней было», – писал Владимир Высоцкий о Юрии Петровиче и о России. «Тебе когда-то перевалит заст, и мы споем «Спасибо, что живой». Эта песня классическая автопородия Высоцкого на его собственную песню «Спасибо, что живой», посвящена 60-летию мастера. Была написана в 1977 году. И сегодня легендарного реформатора сцены мы вспоминаем с нашими гостями, Феликсом Николаевичем Антиповым, ветераном театра на Таганке. Добрый вечер, Феликс Николаевич. Добрый вечер. И мы трое, наши обозреватели, коллеги с «Радио Свобода», Юрий Векслер, Леонид Велихов и я, Владимир Карамурза, мы, собственно, ровесники. И плоть от плоти, что ли, театр на Таганке, потому что сколько я себя помню, и мое все духовное становление связано с этим театром. Поэтому мы с удовольствием сегодня будем вспоминать и говорить о мастере великом, который ушел от нас так, я считаю, драматически и безвременно, как бы это ни странно звучало в отношении 97-летнего человека. Давайте послушаем вот тот камертон к нашей передаче, ту песню, о которой я уже сказал, которую поет Владимир Высоцкий. Ах, как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной, ты прожил с нею все, что с нею было, скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о леше, ты в 20 встретил год 37-й, теперь он иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нерва в суетой. Сказал бы Николай Робертыч Хюра, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны на живой, твой добрый человек из Сизуана, живет еще спасибо, что живой. Вот, Феликс Николаевич, когда вы пришли в театр и как вы познакомились с Юрием Петровичем, расскажите нашим радиослушателям. Вообще, это такая интересная история, во всяком случае, для меня. Юрий Петрович тогда еще ходил и смотрел и выбирал артистов, это потом к нему начали ходить и бегать. Он пришел в училище Щукинское, в котором я учился, и посмотрел наш самостоятельный отрывок. А мы играли Мрожика, трое на плоту. И это, видимо, как-то совпало с его эстетикой, с его будущими планами. В общем, он пригласил, меня пригласил, и еще одного парня, Гена Байсак, он был таким развитым пантомимистом. Причем мы еще не кончили училище, и я уже работал в театре, и шли репетиции величайшего спектакля, я считаю, живой по повести Мажая. Знаменитый спектакль с такой странной и страшной судьбой, он же 21 год лежал просто. Фантастика. Книгу Динуса должен быть записан под запретом. И как-то, видимо, я вписался в театр, вот с 68-го года я там и работал. Причем было много и других предложений, я там пригласил Гончаров, еще кто-то. Но Петрович сказал, старик, куда ты, зачем ты, куда ты пойдешь, мы сейчас начинаем новое дело, у нас столько зарубежных гастролей. В общем, давай будем так говорить, я знаю твои неприятности, а у меня были там какие-то неприятности дисциплинарного характера. Будем так, мне на все это наплевать. Я тебе даю работу, ты работаешь, и все. Согласен, нет? Согласен. Леонид, с чего для вас началась история театра и знакомство с таганкой? Со спектаклей, со спектаклей. Я даже уже не припомню, какой был, Зори Тихий, наверное. Зори Тихий, вот. Зори Тихий и Гамлет, и был я совсем еще, в общем, мальчиком. И до сих пор я считаю, что Зори Тихий просто один из самых лучших. Помните сиренов? Да, да, да. Да, да, да. А потом, и все, я после этого уже стал пересматривать, благодаря маме, с мамой, с отцом. Это, конечно, театр на таганке, это какой-то такой заповедный уголок сердца, души и все эти спектакли в памяти. И все эти спектакли я видел по многу раз. Потом еще был такой период, когда любимого, вот, он уехал, лишили гражданства, и с театром, как бы, публика прощалась, потому что спектакли один за другим снимали с репертуара. Да, в то время, если уж уехал, то, значит, всегда такого невозможно было представить себе, чтобы все это было. Мы тогда все эти спектакли пересматривали просто по многу раз. Моим другом был такой Саша Ефимович, замечательный главный администратор театра на таганке, и я просто его навещал ежедневно. Приходил, и мы смотрели, смотрели, и совершенно незабываемо, как люди, думая каждый раз, что это последнее представление тех же там «Зорь» и других спектаклей, каждый раз подолгу, стоя, не отпускали. Это было лето, это было лето 84-го года, и это все совершенно... Напоминает историю театра Мирхольда, помните? Да, много таких было историй. Вообще трудно себе было представить, что Юрий Петрович вернется. Честно говоря, вот совершенно искренне, где-то, в общем, что-то, какое-то ощущение невероятности было, но оно настолько нереальное, настолько призрачное, что представить себе, что все, он вернется, было невозможно. И вдруг все повалилось, 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 и на тебе. Да, это у нас уже впереди этой странички. Сейчас давайте нашему другу и коллеге Юрию Вексеру дадим слово. Он у нас в Германии на прямой связи из Берлина. Юрий, когда вы заболели театром на Таганке, вам слово. Я бы сказал, с первого взгляда на спектакли «Антимиры», и потом на последующих спектаклях, по-моему, в году 66-67, и, что называется, навсегда. Потому что я ходил в театры мало до того, но все-таки ходил в Омске, где я жил, был хороший театр. Но то, что я увидел на Таганке, поражало акварельностью, изяществом, театральностью, искрометностью и вообще ощущением, что так я никогда не видел, так не бывает, но так вот есть на сцене. Такое чудо, и поэтому мое уважение заранее, на многие годы вперед, к человеку, который это чудо со своими актерами сотворил, оно вот как было с первой минуты, так продолжается до сих пор. Поэтому Юрий Петрович для меня огромная часть моей жизни, его спектакль на Таганке, вот с 60-х годов. Давайте послушаем, что говорил Владимир Высоцкий о своем учителе. Что-нибудь любимого Юрия Петровича. Я считаю, что самая моя большая удача в жизни, в творческой моей, это была встреча с ним. По многим причинам. Во-первых, очень повезло, что я попал работать к нему в момент, когда такое было разочарование в театре, казалось, что надо уходить из театра, надо что-то другое, чем-то другим заниматься. И вдруг открылся этот театр на Таганке, который он организовал. В общем, я встретил человека очень обаятельного, прежде всего, абсолютно понимающими добрыми глазами, а потом, как выяснилось, что он очень человек твердый, особенно, когда дело касается его позиции в жизни и в искусстве. Феликс, вы согласны с Владимиром Семеновичем? Да, несомненно. Это удивительно, как он вообще умел находить и выбирать людей. Помимо совершенно уникального художественного совета, который он собрал вокруг себя, там был Флёров, Капица, я не знаю. Идельман. Да, да, Идельман, Зингерман, в общем, лучшие умы того времени. Он ещё выискивал своих артистов, потому что у него была задача создать команду, и он её, в общем, создал, эту команду. И сумел... Вот сейчас вот Володя говорил о его каком-то внимании к человеку и прочее, прочее. Тут нужно сказать, что без Юрия Петровича, или если бы Высоцкий был в другом месте, он не сформировался бы в такую личность. Я просто уверен, не будь это никаким упрёком к Юсоцкому, который обладал совершенно уникальным талантом. Но вот ощущение нового, ощущение формы, какое-то потребительское отношение к происходящему в мире, потребительское в том смысле, что оно должно быть живым, сейчасшним, напряжённым, энергичным. Это всё шло от Юрия Петровича. Леонид, вопрос. Вот отдельно известен поэтический театр Любимого, но и были прекрасные интерпретации прозы, и впоследствии и доктора Живага, и Деревянных коней, и Дома на набережной, и Трифонов. Вообще Трифонов, вот какую роль, по-вашему, сыграл в творчестве Любимого? Ну, колоссальный. Особенно приятно это говорить в присутствии совершенно замечательного исполнителя роли Шулепы. В Трифоновском этом спектакле. Трифонов сейчас играл колоссальную роль, мне кажется, вот то, о чём говорил Феликс Николаевич, мне кажется, Юрий Петрович всю жизнь умел учиться. Вот это у него была потрясающая способность. Не случайно ведь он, вот он начал совершенно новую жизнь, новую биографию в 46 лет. Тогда казалось бы уже, тем более все его вахтанговские, значит, сверстники, они были уже известными артистами, почивали на лаврах, а этому всё время чего-то не хватало. Откуда из этого актёра вахтанговского театра родился вдруг гениальный, совершенно новатор, новатор режиссёр? А выслали его, ему было под 70? Конечно. Тоже непросто. Конечно, конечно. Вот вернёмся к тому, что вот он умел создать команду. Конечно, нужно обязательно учитывать то, что он пригласил Боровского. Я считаю, что театр на Таганке без Давида вряд ли был так значим, так интересен по форме, по новому восприятию драматургии и по новому восприятию вообще всего, что происходило вокруг. Ведь вот эта условность, которой гордился Юрий Петрович, была настолько Давидом выражена художественно, настолько точно и настолько вот по искусству высоко, что вообще разделить их нельзя. И, да простят меня все, может, я скажу какую-то ужасную вещь, но когда ушёл Боровский, театр немножко начал опускаться. Это моё мнение, может быть, кто-то и не согласится. Да, какие были композиторы всё время? Да, вот всё время вспоминают поэтический театр. Это, конечно, прекрасно и удивительно ловил и слушал поэзию. Но также человек, я представлю себе, без музыкальной грамоты, абсолютно, с весьма скромным музыкальным слухом. Но, видимо, какая-то вот интуиция художническая у него была и музыкальная такова, что он очень серьёзно воспринимал современную музыку. Ведь с ним работал Буцко, Шнитке, Денисов, Губайдульна была даже в Перекрёстке. И потом вообще вся музыкальная ткань, ведь с доктора Живага вообще началось это драматическое пение как-то. И всё это так сложилось здорово. Это отдельное вообще направление в театре. Цыган ещё, на четверто цыган был по деду. Да, не знаю. Причём музыкальность, наверное, оттуда шла. Так что, вот, я говорю, причём Давид ведь удивительный человек. Он подмечал всё-всё-всё-всё, не только вот в смысле своего там, но и в смысле вот постановки. Он очень много советовал Юрия Петровича. И много ему давал, и много Юрий Петрович слушал. Иногда какие-то вещи не получались, что-то не получалось, не получалось. И все уже понимали, что нужен Давид. Ждали Давида, когда придёт Давид. Давид приходил, чего-то там они браковали, что-то там обсуждали. И всё. Ну, всё-таки, вот, Филипс Николаевич. А с другой стороны, вот, Боровский работал много и в «Современнике», да? Но в «Современнике» он ведь не достигал этих. Так что это они всё-таки друг другу давали. Поэтому я и говорю, что с уходом Давида что-то ушло из тебя. Они друг друга заряжали, вот, и каждой своей искрением. Давайте посмотрим фрагмент репетиции «Дома на набережной», где Юрий Петрович рассказывает об этом доме, с которым у него, наверное, было связано нечто личное. Вот так ночью побродить вокруг этого страшного дома. Ночью при какой-то такой таинственной погоде. И вот подумать о тех духах, которые там ходят. Как по ночам увозили, и это, и туда, чего-то. Что за этим стоит совсем? Целая эпоха, полвека. Сколько слёз, сколько рыданий, сколько характеров. Что-то такое... Сколько сломов, сколько надежд. Сколько ран. Как потом вот хорошая сцена может получиться, когда вы смотрите, город был как будто израненный. Вот когда тут бомба упала, тут как будто это, 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 это. Странно мир устроить. Только в этом наша с вами сила нашего искусства. Фантазии. Тогда будет интерес у вас к спектаклю, у всех. Интерес это сделать. Это вспомнить. Это нафантазировать. Я не знаю, ведь это в нашей профессии, только это увлекательно. А остальное что? Что пожинать лавры, что ли? Сколько раз саплодируешь, но это потом. Сколько вложено, столько будет и сделать. Результат тогда будет. Вопрос Юрия Векслера. Вы видели спектакль «Дом на набережной»? Да, я видел, конечно, «Дом на набережной». И помню замечательные вещи из него, хотя уже все-таки не так ярко, как какие-то другие. У каждого эти остаются все равно свои спектакли. Например, «Золи здесь тихие». Я помню, как будто я вчера его видел. Или «Гамлета». Но я видел «Дом на набережной», я считаю, что и обмены «Дом на набережной», и вообще способность Юрия Петровича делать театр из прозы явлена была в Трифонове очень ярко. И мне кажется, что это было взаимное обогащение. Собственно говоря, практически со всеми авторами у любимого случайных авторов, прозаиков или поэтов, как мне кажется, вообще никогда не было. Это были всегда, ну, точно выбранные свои, свои авторы. Ну, в частности, Юрия Трифонов, конечно. Вот вопрос Феликсу. Как удалось из романа «Мать», из романа «Что делать» сделать полностью антисоветские спектакли? Вот, конечно, Юрий Петрович, как художник, вряд ли ставил себе задачу сделать антисоветские спектакли. Он просто, он занимался искусством. А настоящее искусство, оно, видимо, антисоветское, что ли, я не знаю. Противопоказано лжи, да. А? Ложь. Да. Искренность, правда, естественно, противостоит всякой такой советской гадости. А вот по поводу прозаиков, поэтов, которых сумел привлечь Юрий Петрович, нужно еще вспомнить, что он даже увлек Бродского, который перевел для Медеи хоры. Там перевод был ранен, а хоры перевел Юсип Бродский. Так что вот он всегда шел где-то, всегда в авангарде впереди, подыскивая себя таких соратников. Я еще думаю, вот возвращаясь к действительно таким необычным спектаклям, как «Мать и что делать», я помню, мы шли на эти спектакли, что там можно вообще узнать нового и зачем Любимов за это взялся. Но Любимов ведь обнажал искренность, произведения-то были искренними, и у Чернышевского, и у Горького он вытаскивал искренность, и она оказывалась противостоящей той пропаганде и пропагандистскому налету, который был на произведении. Ну и потом вот такие режиссерские вещи. Ну как выстроить декорации из живых солдат, из живых людей? Пожалуйста, вот тебе явно не советую. А у тебя была аудитория поточная, что делать? Да, ну и что делать? Потом ведь выбирая какие-то куски для инсценировки, естественно, Юрий Петрович выбирал самые острые, самые вот, самые, которые можно прочитать сейчас, захлебно, понимаете? Я помню, все равно перехватывало дух, когда Трофимов ложился на гвозди, как бы мы ни иронизировали над романом, вот это тут сердце замирало, и музыка такая была. И вот он, Рахметов, ложился. Или когда выходил один, по-моему, Бортник играл, Павла Власова, да. Павла Власова, замечательно. Он выходил один с красным знаменем. Один, да, по-па... Вот я и говорю, что он обнажал, он вытаскивал истинную сущность из-за себя в занятии в произведении. Или в том же спектакле, что делать, после каждого какого-то такого эпизода вдруг вы ссорились с людьми и говорили, буфонит, буфонит, буфонит. Ну, явно это было не в стилистике. А Динаида Славина и эти ее крики в матери финальные, как это было все сделано, как это было все сыграно. Главное, чтобы это было насыщено каким-то живым чувством. И это живое чувство, оно пробивало. Какая-то рафинированная актриса, она и Демидова играли простых женщин, деревенских, вот таких Демидова в деревянных фонях, а Славина в матери. Давайте посмотрим как раз долгожданный фрагмент из десятилетия театра, где Юрий Петрович просит Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого спеть песню Ивана Дыховичного на стихи Пушкина «Дорожная». Я предлагаю спеть из Пушкина «Дорожную». Валерий! В Золотухина найти! В Золотухин! Владимир, давай! Вот он, Валерий! Давай, Валерий! Долго ли мне? И взялся. Вот здесь все. Поехали. Я подключусь. Долго ли мне? Долго ли мне? Не гулять на сцену То в коляске, То в коляске, То в верхом, То в кибитке, То в кибитке, То в карете, То в телеге, То в телеге, То пешком, Не в наследственной перлоге, Не в стретеческих могил, На большой мне знать дороги, Умереть Господь судил. На большой, На большой, На большой местной дороге, Умереть, Умереть Господь судил. На каменьях, На каменьях под копытом, На горе, На горе под колесом, Или борву, Или борву, Водой размытом, Под разобранным, Под разобранным мостом, И чума меня поцепит, или мороз так ось тянет Или мне в лоб шлагбаум влепит, или проворный инвалид Или мне в лоб, или мне в лоб, или мне в лоб шлагбаум влепит Непроворный, непроворный инвалид То ли дело, то ли дело быть на месте По Мясницкой, по Мясницкой разъезжать О деревне, о деревне, о невесте На досуге, на досуге помышлять То ли дело рюмка-рома, но часом поутру чай То ли дело, братцы, дома, ну пошел же погонять То ли дело, братцы, дома, ну пошел же, ну пошел же погонять Вот это такие были у вас капустники, часто ли они были? Потому что я тут, например, был вхож в театр, но не помню, чтобы так уже много вы этому могли уделять времени Ну были какие-то всегда после премьера, какие-то такие сборщики Посиделки, да Да, посиделки И приходило очень много симпатичных людей Вообще вокруг театра, вот что, значит, какая-то настоящая любовь Такие прелестные люди всегда были Такая была замечательная атмосфера И Юрий Петрович сам умел как-то веселиться, всех завести Я помню, где-то в Праге уже какой-то банкет, на каком-то пивном заводе На пивном заводе На пивном заводе, нет, в самом городе Прага На пивном заводе уже все разошлись А он еще выпивает И как-то получилось так, что я остался один И из нашей всей команды И Юрий Петрович А он все продолжает и продолжает Я уже в ужасе Я говорю, Юрий Петрович, может, мы пойдем? Да подожди, посмотри, какие красивые женщины Куда мы пойдем? Юрий Вексов, вопрос Вы, помимо спектаклей, были знакомы с кем-либо из сотрудников и работников театра, актеров или с Юрием Петровичем? Я, прежде чем ответить, хочу снести поправку Все-таки эту замечательную песню Спектакль «Товарищ Верь» Сочинил Юрий Буцко А Иван Дыховичный в этом спектакле Был автором песни «Гусар скорее труп Кудай» Значит, поэтому ошибка объяснима Как хотел добавить то, что удивительный дар Юрия Петровича Все-таки обаять людей И вот даже история с Бродским нуждается в дополнении Дело в том, что хоров не сохранилось Это есть перевод пьесы Анинского А хоры Бродский, которого нашел для любимого в тот момент Барышников Написал заново И это тоже все знаки того, каким магнитом он был для творческих людей вообще Что касается моих знакомых в театре, их было немного Юрия Петровича я тогда не знал Но я как журналист два раза брал у него интервью Вот мой друг очень близкий, Александр Филипенко, какое-то время тоже играл на Таганке Но знакомые были, я думаю, что не это главное Главное, что эти знакомые помогали проникать в театр на спектакли И эти спектакли запоминались навсегда Какие-то такого рода возможности у меня были Я, например, дружил с Валерием Янкловичем, который был главным администратором театра А чуть позже и с Ефимовичем Сегодня были и Филипенко, и Валера Янклович были на... Ну, не назвать на панихиде, на прощание с Юрием Петровичем Давайте послушаем, иногда же выезжали вы на гастроли, в частности, на битов в Югославию И вот нашли наши друзья из студии Ракурс Уникальную съемку, как Юрий Петрович после спектакля дает интервью на Югославском телевидении Рассказывает про историю создания Гамлета Всякие инстанции, которые занимаются управлением искусством Значит, все им казалось, что не надо Хотя англичане это делают, что я что-то хочу Что я не очень уважительно отношусь к Шекспиру Но, по-моему, я более уважительно, чем они Потому что я просто старался его сделать так Всего мы понимаем Вот И когда разговоры с Сиперевером пришли в тупик И они сказали, ставьте любую каноническую пиесу Шекспиру То я в сердцах сказал, что хорошо, сейчас я поставлю вот там И написал это, что я буду ставить Гамлет Вот И первый раз за всю мою режиссерскую, так сказать, жизнь Которая не очень длинная, но уже порядочная 13 лет, в общем Даже 14 Первый раз, когда я ушел в растерянности Потому что у меня не было режиссерского класса То есть я знал пиесу Я даже, в общем, должен был играть в Ахтанском театре давно тоже Намного, конечно, когда я моложе был Гамлета я должен был играть я и Останков Но Останков-то сыграл, а я нет Так что я пиесу знал, конечно, прекрасно Но как ее сценически решить в пространстве И как своей эстетикой ее делать Эту бессмертную действительно пиесу Через которую, по-моему, каждое поколение должно проходить Особенно мы, люди театра, как-то не можем Хочется, во всяком случае, поставить эту пиесу обязательно И Мерхольд покойный мечтал всю жизнь В общем, все это понятно, почему Да, Феликс, вы играли в Могильщика После спектакля, уже когда вручали всякие там призы Кстати, Юрий Петрович привез этот огромный тяжеленный приз Он стоял в театре, в его кабинете Кстати, кабинет будет сохранен Все будет, будет музейная зона, все это будет сделано Так вот, руководительница этого фестиваля Я, кстати, забыл ее фамилию Она сказала потрясающую фразу Она сказала про Гамлета, про спектакль Что это не успех, это триумф Вы, Леонид, сколько раз видели Гамлета? Гамлета я видел меньше, чем другие спектакли Но раза три-четыре я видел Труднее было попасть, очевидно, как на мастера Маргариту Наверное, наверное, и он реже игрался Я помню, вот Феликс, может, и не помнит А я молодой человек, помню Я один из спектаклей был 7 октября 1977 года Кто не помнит, это день принятия новой брежневской конституции И там разговаривает могильщик, который играл Джабраилов с вами И спрашивает, как ее похоронят-то, Офелию Она вроде утонула И самоубийцу нельзя хоронить там в ограде церкви И вы так... да, по законам церкви нельзя самоубийцу хоронить А если сейчас это по новой конституции, то, значит, вот и так... Юрий Петрович, иногда нравились какие-то от себя... Импровизации, да Жалко, там отрезалась большая часть спектакля в финале Которая была вставлена из Розенгранца Гильденстерна Мертвы Стопор, да Да, Стопор, да И вот этот, ну, был такой, как раз ко времени этом, что уже мы забываем всех Мы забываем все Кто такой, да, мы... Ну, Юрий Петрович сам, никто ему не запрещал, он сам отрезал, да? Там как-то странно получилось, вроде бы, он сам, вроде бы, кто-то посоветовал Он вообще сам мало что вычеркивал, если только специально не делал для того, что, когда приходят комиссии принимать То у него на готове есть вещь, которую он может спокойно выбросить Это еще Мерхольд завещал, когда он придумал зеленый парик в лесе Его, Варпаховский его спросил, зачем зеленый парик этому булану? А это, он говорит, для того, чтобы, когда придут, принимают... Да, 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 да Я от этого быстро откажусь А уж, главное, если мы вспоминаем, то это, конечно, это, наряду с Зорьми Тихами, как мне кажется, это самый большой шедевр Боровского Этот вот занавес, символ времени А началось-то с живого Это вообще было, ну, просто удивительно Вот эти березки с домиками, баньками и церквушками Это, ну, я не знаю, я обалдел, когда вообще все это увидел Потом Спесивцев это использовал у себя в спектакле «Прощание с матерой» Вы входили в театр в спектакле? Спесивцев, опять же, ученик любимого Да, конечно Да, и вот это, вот, я говорю, что вот эта условность, к которой стремился Юрий Петрович, была доведена Боровским до предельных высот вообще И причем всегда, вот, у Дарья Львовича, всегда в его декорации они не то, что помогали играть, они играли, они были, они были естественны, как любой реквизит на сцене, понимаете? Я всегда пою частушку в клубе, дяденьку судили, дали дяде 10 лет После девушки спросили, будут танцы или нет Это из живого Это из живого Давайте Юрию Векслера спросим А вы бывали, Юрий, когда-нибудь на репетициях, когда Юрий Петрович приглашал на открытые прогоны? Я бывал на открытых прогонах, немного, но бывало, это тоже, конечно, электризующее впечатление Но я воспользуюсь сейчас правом слова и хочу немножко сказать про кабинет Юрия Петровича Вот Феликс Николаевич говорит, что будет сохранен, это замечательно Но я вот вспоминаю, как в Рейхстаде сохранили надписи советских солдат То есть они их покрыли в результате каким-то еще слоем, который сохраняет их навсегда и не дает им стираться Ведь это все-таки вещи, написанные на стенах И у меня есть такое, знаете, желание, мечта, видение Чтобы когда-нибудь эта комната была действительно музеем Где можно было прикоснуться к надписи на любом языке А там по-французски, по-английски, по-китайски, по-японски, по-русски, конечно, тоже очень много Но чтобы эту надпись можно было понять, что это написано, кто это написал Может на каком-то экране появлялся бы Жан Вилар или Елена Вайгель, которая там отметилась в частности Или Петербург или кто-то другой Чтобы было понятно, насколько в этой комнате сгущенная культура отразилась на этих стенах Просто мне кажется, что это большое богатство для людей следующих поколений Если нечто подобное вот так аннотировано и все-таки сохранено надолго будет сделано Мне кажется, что кабинет является памятником Конечно, можно где-то воссоздать его в театральном музее Слава Богу, нет, Бахрушевский музей это само собой Слава Богу, что оформлением вот этого всего музейного пространства И вообще всего внутреннего пространства театра и в частности кабинета Юрия Петровича Вроде пообещал заняться Саша Боровский Сын Давидовича Так что, даст Бог, все сложится хорошо и интересно Давайте вернемся к нашему гостю Четыре года назад было юбилейное представление спектакля «Тартюф» И 43 года он к тому времени продержался в репертуаре Давайте посмотрим сюжет, который я снимал для нашего телевидения «РТВА» Это для всех большой срок, 43 года Для всех, даже в тюряге Что я вам на это скажу? Видимо, все построение крепкое, не разваливается И публика это приняла Приняла публика Она смотрит, хлопает и так далее А пьеса эта вечная, это о лицемерии «Тартюф» – лицемер, провокатор Прикидывается святым человеком и продает тут же все Я оценок себе не ставлю Зачем? Я стараюсь сделать как можно лучше спектакль Во-первых, я пригласил князя Волконского Он замечательный музыкант Потом Аникс Сын Есть Аникс знаменитый Аникс Сын – замечательный книжник Он так книги оформляет Он живет в Лондоне уже много лет Получает массу наград всяких И когда с Бархиным Бархин тут живет Они специалисты по иллюстративным вещам Книжного дела А я их попросил вот так сделать Вот портреты Это сделать таким образом И хотел взять документы Как закрывали и бедного Мольера Значит, гоняли С одной стороны запрещало церковь С другой запретил Людовик под давлением церкви Талант – редкая вещь Редко он рожает Поэтому надо разглядеть Да еще в оправу его вставить Чтобы он засиял и так далее И так далее Это совсем большой, сложный процесс Я же не знаю, кто придет Ни там, ни здесь Они стоят, берут билеты И даже теперь это и электронными всякими способами Поэтому я не могу рассчитывать на публику Я могу только рассчитывать на свое чутье Кого я соберу для этого спектакля? Только Если я ошибусь в ролях, я и поплачу Феликс Николаевич, вы сколько раз сыграли в «Тартьюфе»? Это невозможно сосчитать У вас был дублер? Да, ну как-то в основном я играл Потому что несколько спектаклей сыграл Саша Беннинбоем в свое время Он тоже был в общем назначен на эту роль Я тоже как-то спросил у Юрия Петровича Юрий Петрович, а вот скажите Вот сами вы как думаете Почему ваши спектакли идут так долго? И спектакли идут по 30, по 40 40-е годы Ну да, вот «Тартьюф» 40-е годы Он говорит, потому что сколочены крепко То есть форма держит И это правильно Я один раз смотрел «Тартьюф» на Новый год Ну, 31-го он такой Ой, мы 13 лет играли 31-го вечером, 1-го утром За что такое наказание? Вот, и я помню Смехов играл иногда в «Тартьюфе»? Да, Смехов играл Конечно, играл Пришел, вышел на авансцену Сказал, что Они там себе так подпрыгивают Говорит, обязуюсь, что в Новом году Я исправлюсь Ну, то есть он вставил, что Новогоднее поздравление Тоже было так Давайте Юрию Вексеру дадим слово Юрий, вы Чем объясняете Долголетие вот таких постановок Юрия Петровича Он же, по-моему, их регулярно обновлял И вводил Давайте Юрию дадим слово Вы знаете, Фельс Николаевич, по-моему, сказал Все очень точно, процитировав Любимова Но мне кажется, что Любимов ведь постоянно следил за своими спектаклями Более того, все знают, что Юрий Петрович На спектакле чаще всего присутствовал Стоял в конце зала И в особенности в первые спектакли Когда это начиналось И дирижировал при помощи фонарика Показывая разного рода знаки актерам Он называл это дрессировкой Но это тоже Дело в том, что он, мне кажется, был режиссером Феерически одаренным ритмически Вот его ощущение ритма спектакля Оно было безошибочно для него Это его ритм, его спектакль И поэтому он добивался того Чтобы это не расшатывалось И чтобы это не разваливалось И, в общем, в этом преуспел То есть он холил и лил свои спектакли пока мог Мне кажется, секрет в этом Да, вот, Феликс Николаевич А почему так недолго у вас задержались в труппе Вот такие, как Игорь Меркурбанов Он, который играл, по-моему, Чацкого Вот вы знаете, какая вещь произошла Или такой Цуркан был артист Понимаете, вот Например, Петренко, да? Такой гениальный совершенно артист Алексей Петренко Да, замечательный Он попробовал сыграть Бориса Годунова Ну, просто ужас Ну, не дай бог обидеться Ну, просто никак Видимо, есть такое понятие Вот какая-то таганская Что-то таганское Чутье, таганский темперамент Таганская вещь Потом, вот Юрий Петрович Может быть, еще вот Я так вот размышляю, почему Он всегда говорил Бросьте вы вот это общаться Лоб в лоб В нос В нос, как деревянная игрушка Медведь с кузнецом Вот это Обращайтесь в публику Говорите с ней Привлекайте ее себе Наоборот, или орталки Ну, во всяком случае Чтобы публика И зал участвовали Во всем этом процессе И, видимо, артисты Другую школу Никак не могли этого сделать Да, я помню, кстати У Списивцева Был от Элла спектакль Там школьницы играли Там Дездемонова И раз в месяц Приходил играть От Элла Петренко И все боялись Что он задушит Эта школьница Вот так что Он явно был Не всегда ко двору Ну, и потом Все-таки, может Филикс Николаевич Там не согласится Но первые 20 лет На Таганке Это одно А дальше уже Это что-то, так сказать Другое Менявшееся И Ну, приходившее Прямо скажем И в упадок И все-таки Петренко Уже это Те годы Без любимого Года Без времени Такого междуцарства Я не конкретно Про Петренко Я просто говорю Про способ существования Таганский Вы хотите Вот про тех Про кого я сказал Они тоже не прижились Что-ли в театре Да? К сожалению, да Ну и потом Мир Курбанов Вот сейчас Он очень как-то Прозвучал Очень хорошо Но может быть Каждый ищет свое Что-то Свой Ведь из театра Ушли там Я не знаю Калягин Люпшин В этом фильме есть Он молоденький Идет проверять билеты Ала Демидова Даже ушла Я не знаю По каким причинам В общем Да Вытыкает билеты На Это Десять некоторых Преземир Калягин Я вам потом покажу И давайте Раз вы заговорили Про Бориса Годунова Вот Вернемся к теме Когда Иль Петрович Вернулся в СССР При Горбачеве И дал пресс-конференцию О причинах Закрытия Бориса Годунова И других Спектаклей Перед его Высылка Я считаю А они все выясняли Кто Годунов А кто Самозванец И до того Вы Да выяснялись Что сами Испугались Нас прикрыли А сами Разбежались Я давно Все мечтал Сыграть Это Но только В своей Трактор Ну Дал мне эту трактовку Вряд ли бы разрешить Вы бы меня и раньше не увидели Не знаю Увидели бы и сейчас ли Если бы я в своей трактовочке сыграл Один спектакль Один спектакль нам закрывали В 18 лет Я считаю Что это самое высокое произведение Хорошего писателя Можаева Это живой Многострадальный И те Кому посчастливилось Видеть его Считают Что это Была Одна из лучших Работ Театра И мне кажется Что Просто ради Ну что ли Торжества Справедливости И художественной Справедливости Мы должны Это взвесить Подумать И восстановить Это Дальше Нам Трижды Прекращали Репетиции Замечательные Пьесы Моего друга Эрдмана Самоубийца Нам запрещали Бесы Достоевского У нас на полработе Был остановлен Театральный роман Булгакова У нас традиция Поэтических Представлений И уж такой поэт Как Борис Леонидович По-моему Должен Тоже найти место На нашей сцене Юрий Вехтель Вопрос Вы застали Вот открытие Новой сцены Театра И закралось ли К вам какое-нибудь Подозрение Что Что-то Непоправимо Утрачено Юрий Вам слово Я видел На новой сцене По-моему Это был первый спектакль Там это были Три сестры Которые Действительно Производили Впечатление Может быть Немножечко Выстрела Ну не мимо Но Не совсем Точного И Это ведь Часто бывает В истории театра Когда режиссер Мечтает И строить себе Театр Новую сцену Под Возможные Какие-то вещи Которые Мерещатся Что там Это осуществит Это редко Осуществляется Это мы видим Не только На истории Таганки Это мы видим С Анатолием Васильевым Точно так же Поэтому Мне кажется Что Ну видимо Не судьба Была А на старой сцене И дальше Много чего Удавал С Юрием Петровичем В частности Я хоть и не видел Но я знаю Что Из удач Вот тех лет Которых Леонид говорит После 20 Наших С вами Счастливых Лет Говорят И я верю Многих Я уважаю Что Марат Сад Например Был большой Удачей И это был Очень хороший Спектакль Поэтому Да Эта сцена Не задалась Ну и все Мы знаем С вами Какова ее Судьба Это Отдельная Болезненная Тема Юрию Петровичу Не суждено Было Там Видимо Потрясти Маскову Своими Спектаклями Слово Я не доверил Тут я С глубоком Но и уважаемым Юрием Не соглашусь Это Мое личное мнение Я считаю Что Три сестры Это один из Лучших Любимовских Спектаклей Хотя Начинал Репетировать Юрия Петровича Не было Начинал Юру Погребнички Со своим Другим Художником И потом Ну как всегда Приехал Юрий Петрович Ему что-то не понравилось И он очень быстро Все начал Перемонтировать И замечательный Спектакль Был Замечательный Нашел Замечательно Там Играл Ферис Николаевич Семенова Пищика Ну там Там была масса Таких Актерских Открытий Звездных Совершенно И эта находка С этой Стеной Открывающейся В финале Когда нам Открывалась Москва В зависимости От времени Оркестер И этот Оркестрик Который играл Ну я просто Уж Да И уж Сколько было Сколько в те годы Было этих Трех сестер Та считали Три Шесть Восемь В Амхате В современнике Еще где-то Это был Ну для меня Это просто Было вообще Самое интересное Прочтение Чехова Поэтому я не сказал Что новая сцена Это вот стало Каким-то Предвестием Какого-то Заката Любимовского Нет Просто дальше Уж очень все Тяжело Стажилось Очень много Не осуществилось Было столько Задумок Самой конструкции Театра Там Повторили Два окна Там должна была Подниматься Сцена Опускаться Трансформироваться Зрительный зал Вот это Вот это Была Конечно Трагедия Никаких спектаклей Какая-то Какая-то Может и был Володь Не будем Решить Может быть и был Ну вот Бывает ведь Такое Ведь Глубенко Жил там И у него Дома Было Действительно Сыном Таким приемом А когда Юрий Петрович Из-за эмиграции Вернулся Он у него жил Они же сразу С Каталиной Вернули ключи Конечно А как возвращался Глубенко-то был Какой власть Сколько он сделал Для того Чтобы Любимов Вернулся У нас в этом фильме Есть сценка Как он его Приглашает В свой кабинет Юрий Петрович Заходит Говорит что Это бар не мой Это Когана Выбросьте его Глубенко Глубенко Там Дупак С ним Уже вернулся И потом Глубенко Много сделал Когда он Принял театр После Ефроса И он сохранил Спектакли И он вернул На сцену Спектакли Любимовские Но вот Жизнь непредсказуема Действительно Тем более театральная Театральный Роман Если уж говорить О расхолах Вторая История Когда Юрий Петрович Ушел Вот почему-то Опять все Как не так нежно Все говорят Вот выгнали Юрия Петровича Кто мог Юрия Петровича Выгнать Тем более Сейчас он же Памятник Вот он Решил уйти Уж не знаю Как его Мы же Потом Извиняясь Просили его Вернуться И было Много-много По этому поводу Разговоров Да Трагедия Обернулась Для Валеры Золотухина Эта история Для всех В общем трагедия Покойник Был не сахар Прямо скажем По характеру Да Ну тут Много Привходящих моментов Крупная личность Сложный характер Чего говорить Женских моментов Да Там и прочее Во всяком случае Я Больше чем уверен Конечно он это переживал Хотя он Человек-то был Такой крепкий Человек Такого характера Противостояния Конфликта И прочее Но все равно Я думаю Тут вряд ли Так для него Прошло Без следов Я думаю Что очень тяжело Это для него Внутренне прошло Дайте Юрию Дадим слово Юрий Вот вы живете В Берлине Насколько На Западе знают Юрия Любимова Его творчество Вы знаете Я думаю Что это один Из немногих Русских режиссеров Которого на Западе Действительно знают И сообщения О смерти Любимова Я видел Во многих немецких СМИ И я считаю Что это конечно Очень крупное явление Что тут Я считаю Это все понимают Он и когда был В Германии И был 4 года Главным режиссером Вонской оперы Он тоже был В авторитете Потому что Неудач У него Мы не знаем У него есть конечно Неудачи Все относительно бывает Мне кажется Мне кажется Что мы с вами Счастливые люди На самом деле Все сегодня Участвующие В передаче Мне очень хочется Привести одну формулу Которая для меня Говорит о масштабе человека Ее придумал Кто-то А не кто-то Жмонецкий Проутесова Он сказал Многие родились Жили и умерли Внутри этого имени То же самое Можно сказать Про Юрия Петровича Многие родились Жили и умерли Внутри имени Юрия Петровича Любимова Давайте сейчас послушаем Одного из тех Кто не умер Надеюсь Будет жить Это Владимир Высоцкий И послушаем финал Пророческие Его песни Посвященные 60-летию Юрия Петровича Лиха беда Настырно и глазаста Устанет ли Кружить над головой Тебе когда-то Перевалит заста И мы споем Спасибо, что живой Пей, атаман Здоровье позволяет Пей, куриной Когда-то кашевой Таганское казачество Желает Добра тебе Спасибо, что живой Итак, Феликсу вопрос Вот Как по-вашему Москвичи Застали Ту таганку Которую Они запомнят Навсегда Конечно Тут Кто застал Кто не застал Но все равно Это останется Конечно В истории Москвы В истории Мирового театра В истории Советского Русского театра Что интересно Для меня В театре Очень много Молодых людей Которых Учил Юрий Петрович У него уже был курс Ведеси И опять же Он После своего курса Очень много Приглашал Модеха Артистов У нас сейчас Очень много Молодых артистов Все Хотят И с радостью Участвуют В спектакле В спектаклях Юрия Петровича Не знаю Насколько мы Смогли бы Вот передать им Что-то таганское Насколько мы Сможем сохранить Вот это все Наследие Которое нам Оставил Юрий Петрович И конечно Судя по тому Сколько людей Молодых Сегодня было В театре Вахтангово В общем Я думаю Что Все-таки Пусть даже Легенда Но она сохранится Надолго Надолго И надолго Большое вам спасибо За участие В нашем прямом эфире Напомню Что сегодня В печальный день Прощания с Юрием Петровичем Любимым Который Даже не в родных стенах Попрощался С своими зрителями О театре Вахтангово Тем не менее Мы вспоминали О нем С Феликсом Антиповым Актером театра И моими коллегами Юрием Векселером Леонидом Вельховым Он находил свободу Звучала программа К ранней времени У микрофона работал Владимир Карамурза Редактор программа Андрей Трухан Продюсеры Олег Львов И Елена Колупаева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин